Достигай Израиль и весь мир. Шалам Алейхам, мир вам, возлюбленные. Я так рад, Синтия, что мы сегодня снова можем служить вместе. Мы продолжаем говорить на тему мессианского пророчества. Ты сопровождаешь меня в жизни и служении уже почти 40 лет. Ты видела, сколько я потерпел от своего же народа за то, что стал иудейским верующим в Мессию Иешуа. За это от меня не раз отворачивались. Но вот что помогает мне стоять твердо и смело, несмотря ни на что. Я вижу, как Иисус исполнил еврейские писания. Да, крайне важно углубиться и укорениться в своей вере, чтобы нам было на чем основывать свою веру. Вера в Иисуса — это не просто вера Нового Завета. Это не что-то приходящее или уходящее. Но корни этой веры уходят далеко к сотворению. Аминь. Эти корни веры уходят в Ветхий Завет, где прозвучали все пророчества о том, что настанет день и придет Мессия. Поэтому важно сделать шаг назад, чтобы видеть полную картину того, кто мы и во что мы верим. Наша вера имеет глубокие корни. Наша вера — истина. Аминь. Ты все сказала совершенно верно. Поэтому, возлюбленные, я молюсь о том, чтобы ваша вера укрепилась и чтобы ваш дух еще больше утвердился в Божьей истине. Мы, Синтия, любим вас. Да благословит вас Бог. Шалом. Баруха Шам, возлюбленные, да будет благословенно имя Господне. Сегодня я продолжаю серию о мессианском пророчестве. Это первый сезон этой серии, третий выпуск. Если вы не смотрели предыдущие два выпуска этой серии, я призываю вас это сделать, потому что в первых двух выпусках я заложил очень важное основание данного учения. Мессианское пророчество приходит к нам во многих формах и оттенках. Сегодня я хочу сразу же начать с того, на чем я остановился на прошлой неделе. Мы говорили о прообразах и тенях будущего в еврейской Библии и о том, как Иешуа исполняет историю Израиля, проживая ту же самую историю в своей жизни и служении. На прошлой неделе я говорил о крови и ее значении, «Для искупления Израиля», о чем написано в Танахе или Ветхом Завете. И почему так важен был тот факт, что они копьем пронзили Иешуа в бок, и оттуда хлынула кровь. Когда вы понимаете значение крови для искупления Израиля, о чем мы читаем в еврейской Библии, то начинаем ценить, как важно было то, что Иисус умер на кресте, и для чего Ему пришлось пролить свою кровь. Об этом мы говорили в прошлом выпуске. Я призываю вас обязательно его посмотреть. Сегодня мы начнем с того, что рассмотрим мессианское пророчество о том, что есть всего один посредник между Богом и людьми. Я повторю, что большая часть мессианского пророчества заключается не в том, что Иисус исполнил долгожданные предсказания, но в том, что Иешуа исполнил смыслом историю Израиля. Что я имею в виду? В Танахе, в еврейской Библии, мы видим, что народ Израиля имел отношение с Богом в то или иное время через посредника. Людям нужен был священник. Отдельно взятый еврей не мог просто принести жертву Богу. Он должен был принести ее к ливицкому священнику, и священник не мог принести жертву просто где угодно, но только в храме. Это важно понять в нашей культуре. Потому что, как я говорил на прошлой неделе, мы живем в культуре, которая давлеет над верующими, заставляя их быть политкорректными. Что сейчас говорить политкорректно? Я верю в Иисус, мне это подходит, но я не настаиваю на том, что и вы тоже должны уверовать в Иисуса. Вот что значит быть политкорректным. Моя вера ничем не лучше вашей веры, даже если вы верите во что-то совсем противоположное в другой восточной религии. Мы все равно все идем к Богу, пусть даже разными путями. Это и есть политкорректность. Но Библия очень четко говорит, и сам Иисус говорит, «Если не уверуете, что Я – единственный путь, умрете во грехах ваших». Этим я хочу сказать, что когда вы поймете мессианское пророчество и то, о чем заявлял Иисус, вы уже не будете стоять на том, что к Богу есть много путей. Вы осознаете, что Иисус – единственный путь. Об этом заявлял сам Иисус. «Он – единственный путь к Богу». Либо Он действительно Тот, Кем Себя называл, либо Он сумасшедший или лжец. Клайв Льюис говорил так – лжец, безумный или господец. Мессианские пророчества утверждают нас в том, что Он Тот, Кем Себя называл. Совершенно очевидно, что Богом является Бог еврейского народа. Посмотрите, насколько невероятно эта нация. Среди обладателей Нобелевской премии огромное количество евреев. Они осуществляют прорывы в медицине и науке. Они на вершине в каждой сфере. Как это объяснить, если евреи составляют лишь пятую часть процента населения планеты? Другие народы приходили и уходили. Вавилонины, меды и персы. Я могу продолжать этот список, но евреи все еще существуют. Это целый народ, и у них свой еврейский язык. Это говорит нам о том, что то, что Бог говорил нам о Боге Израиле и об иудейском народе является правдой. Библия говорит нам, что Мессия еврейского народа — это Иисус. И хотя традиционные евреи сегодня его отвергают, мы с вами убеждаемся в том, что Библия как раз предсказывала о том, что народ Израиля отвергнет его. И когда вы увидите, что Иешуа исполняет мессианское пророчество, зная, что он единственный путь к Богу, вы сможете иметь крепкую веру в Иисуса и убедиться в том, что он есть единый, истинный путь к Богу, несмотря на то, что культура выступает против вашей позиции. Возлюбленные, мы не должны сдавать позиции. Библия призывает нас не оставлять упования, и тогда нас ожидает награда. И также сказано, «А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Поэтому изучение мессианского пророчества утвердит и укрепит вас в вере, даст вам нужное духовное основание, чтобы вы могли стоять твердо в своем исповедании веры, даже несмотря на то, что культура говорит вам, что вы не имеете права утверждать, что Иисус — единственный путь. Итак, мы возвращаемся к принципу посредника. В еврейской Библии человек не мог просто прийти к Богу и в любом месте принести ему жертву. Они должны были приносить жертву Богу единому Израилеву. Ютхей, Вавхей. Для этого им нужен был посредник, левицкий священник. Если люди приносили Богу жертвы когда и где угодно, на них сходили Божии суды. Итак, Иешуа исполняет концепцию посредника, потому что Писание говорит в Новом Завете, в Брит-Хадаша, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Иначе говоря, Израиль является прообразом того, как человечество может иметь отношение с Богом. Им для этого нужен был посредник. Я хочу поставить сегодня на этом ударение, потому что мы живем в культуре, утверждающей, что каждый по-своему ищет Бога. Но Новый Завет учит нас, и Еврейская Библия показала нам, что мы не можем приходить к Богу каждый по-своему. Нам нужен посредник. В Еврейской Библии Господь велел детям Израиля построить храм, скинию, мешкам. Ее окружали стены, и был лишь один единственный вход в скинию. И Ишуа сказал, «Я есть дверь, дверь в скинию, дверь в храм». Только войдя через эту дверь, священник мог войти в святое святых. Иисус есть дверь, поэтому Он единственный посредник. В Еврейской Библии, если люди хотели встретиться с Богом, они должны были прийти в скинию, в мешкан, в храм и через священника. Они должны были принести жертву Богу. Это должно было быть кровное жертвоприношение заклонного животного. Жертва крови исполнилась в Ишуа. Он пророчески исполнил все прообразы Ветхого Завета. Поэтому я хочу еще раз апеллировать к учению современной культуры, которая утверждает, что у каждого свой путь к Богу. Кто-то верит в Иисуса, кто-то в Мухаммеда, кто-то в Будду, кто-то в Новый век. У кого-то свои гуру. Культура всех приравняла. Каждый делает свой выбор. Но все мы в итоге окажемся в одном месте. На что мы настойчиво заявляем «нет» и еще раз «нет». Иисус сказал «Я, Есим Пуц, входящий через Меня, будет спасен, а кто входит любым другим путем, тот вор и разбойник». Еврейская Библия учит нас тому, что мы нуждаемся в посреднике. Таким посредником был священник. Жертвы в храме могли приносить только священники. Иисус объединяет в себе два этих прообраза, говоря, «Я – окончательный посредник». Левицкое священство исполняется во мне. Кстати, это является основной темой послания евреям в Новом Завете. Мессия Иешуа исполняет собой кровную жертву. Он указывает на храм и говорит, «Вы видите этот храм? Он будет разрушен, и я в три дня восстановлю его». Они были в недоумении. Как может этот человек восстановить храм в три дня? Библия говорит, что они не понимали, что, говоря о разрушении храма и восстановлении его в три дня, Иешуа на самом деле имел в виду свое собственное тело. Иешуа стал храмом. Он стал тем самым местом, той личностью, которой мы должны идти и через которого входить, чтобы нам иметь общение с Хошемом, с Богом Отцом. Точно так же, как в древние времена Израиль должен был приходить в храм трижды в год, чтобы принести жертвы, чтобы иметь общение с Хошемом, так же, как древний Израиль приходил в древний храм, который ныне разрушен. Он разрушен уже две тысячи лет и сегодня. Для того, чтобы иметь общение с Богом, мы должны приходить не к каменным стенам, но к тому, кто сам является духовным храмом, к Иешуа хамашеаху, нашему Господу. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, я разрушаю власть сатаны в жизни этого молодого парня. Ты уже когда-нибудь приглашал Иисуса в свою жизнь? Никогда? Давай скажем вместе. Господь Иисус. Это хорошо, все идет по плану. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я хочу, чтобы ты сейчас повторил за мной эти слова. Господь Иисус Христос. Я отдаю свою жизнь тебе прямо сейчас и навеки. Аллилуйя. Аминь. А сейчас я прошу подойти к кого-нибудь из местных пасторов. Это ваш новый сын Господи. Я прошу вас повезти его сейчас в молитве покаяния. Пожалуйста, давайте мы прославим Господа. Когда Равин служил, этого парня начало трясти. Высвободилось настоящее помазание, которое заставило этих бесов оставить с этого парня. Он ушел домой по-настоящему счастливым, свободным и радостным человеком. Один из моих любимых мессианских прообразов в еврейской Библии – это связывание Исаака. На иврите – Акида. Мы читаем об этом в 22 главе Батия. В этой удивительной истории из Библии я хотел бы выделить несколько тем, которые были исполнены в Иешуа и в Боге Отце. Во-первых, я хотел бы показать, что когда мы рассматриваем историю о том, как Авраам приносит в жертву своего сына Исаака, для нас главный герой в этой истории – именно Авраам, который в полном послушании Богу Отцу приносит ему в жертву своего сына Исаака. Это было актом полного посвящения и полного подчинения Богу. Как Авраам не пощадил своего сына, так и Бог Отец не пощадил своего единородного сына Иисуса Христа и отдал его в жертву за нас. Но я хотел бы показать вам эту историю с другой стороны. Возможно, вы об этом не задумывались. На картинках, изображающих эту библейскую историю, обычно Исаак изображен совсем еще юным мальчиком. На рисунках ему не дашь больше 11 лет, но, возлюбленные, я хочу, чтобы вы знали, что, согласно раввинистическому иудаизму, когда Авраам принес Исаака в жертву, Исаак уже не был маленьким. Ему было уже 37 лет, то есть он был вполне зрелым человеком. Если задуматься о том, что взрослый человек послушно, добровольно лег на хворост и дал себя связать, чтобы самому стать жертвой Богу Израиля, то есть он готов был в послушании и вере отдать свою жизнь. Если задуматься о том, что Исаак сделал это добровольно в возрасте 37 лет, он был готов отдать свою жизнь в послушании Отцу. То есть Исаак также является героем этой истории. Он был в полном подчинении своему Отцу. И мы видим здесь, в Исааке, прообраз самого Мессии Иисуса. Точно так же, как Исаак в полном послушании своему Отцу Аврааму, был готов отдать свою жизнь в жертву Богу, так же и Иешуа в возрасте 33 лет взрослый человек добровольно отдал свою жизнь, пошел на казнь, чтобы умереть за наши грехи в послушании Отцу. И так же, важно понять, что согласно раввинистическому иудаизму, связывание Исааком открыло канал, через который Божья благодать потекла на все последующие поколения Израиля. Согласно учению раввинов, до связывания Исаака, Божья благодать была закрыта. Но послушание Авраама Исаака открыло канал для Божьей благодати в духовном пространстве, чтобы Божья благодать могла излиться и покрыть народ Израиля. Здесь мы видим концепцию того, что невинный умирает за виновного. Через смерть невинного происходит искупление. Эта концепция есть в раввинистической традиции, и мы явно видим это в Брит Хадаша, в Новом Завете. Я повторю, что я, рассматривая этот отрывок, говорю о двух вещах. Во-первых, Отец приносит своего сына Исаака и открывает канал для Божьей благодати, которая излилась на народ Израиля. И вторая концепция — смерть невиновного вместо виновного. Исаак был праведником. Это еврейское слово «цадик». «Праведник должен умереть за неправедных». Многие века эта концепция царила в умах представителей раввинистического иудаизма в умах раввинов. Мы видим подтверждение этой концепции учения раввинов даже в Брит Хадаша, в Новом Завете. Это одиннадцатая глава Евангелия от Иоанна. Это концепция того, что невиновный должен умереть за виновного, умереть за весь народ. В отрывке, который мы сейчас рассмотрели, Исаак должен был умереть за весь Израиль. Хотя Исаак не умер, но он был готов умереть, и также Авраам был послушан Богу до конца. Поэтому Бог вменил это ему. Словно Авраам на самом деле умертвил Исаака. И вследствие этого на будущие поколения Израиля был открыт канал Божьей благодати. Это раввинистическое мышление. И такой же принцип мы видим в Брит Хадаша в Новом Завете. В одиннадцатой главе Евангелия от Иоанна мы прочитаем сорок девятый стих. «Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Слово Божие говорит, «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Съезжу он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». Вы понимаете эту концепцию? Концепцию того, что цадик, праведник, умирает за народ, является искупительной жертвой за народ. Мы видим это, во-первых, в связывании Исаака. Несмотря на то, что Исаак на самом деле не был умерщвлен, но поскольку и он, его отец Авраам, были готовы принести такую жертву Богу, Ашем, Бог-Отец, вменил им это, словно они это сделали по факту. И в раввинистическом мышлении этот акт послушания Богу открыл канал для Божьей благодати для всего народа Израиля. До этого момента этот канал был закрыт. И точно так же мы видим, что праведный Иисус готов умереть за народ всего мира. И даже первый священник, как мы видим, пророчествовал, говоря другим священникам. Вы ничего не знаете, да вы не понимаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Он имел в виду Мессию Иешуа. Этот принцип, что один человек должен умереть за весь народ, мы видим в Торе. И в случае с Иешуа, он умер за людей всего мира. Это называется искупительная жертва у милостивления. Невиновный умирает вместо виновного, и как следствие, виновный становится праведным. Как вы видите, мессианское пророчество показывает нам, как Иешуа исполняет всю Тору. И кроме этого, он исполняет псалмы и пророков. Сегодня с вами был Равин Шнайдер. Я надеюсь, по воле Божией, встретиться с вами на следующей неделе, чтобы продолжить говорить на эту захватывающую тему. Баруха Шем. Шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ом. Ом. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Присоединяйтесь к кровину Шнайдеру на следующей неделе в его исследовании в Ветхом Завете прообразов на жизни Иисуса, его смерть и влияние на весь мир. Вы получаете назидание вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Шалом, возлюбленные! Я прочту из Евангелия от Марка 12 главы 41 стиха. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Интересно, что сам Бог, пришедший во плоти, наблюдал за тем, как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения. И сейчас Он также наблюдает за нами. Ему важно увидеть, насколько жертвенные мы с вами сегодня. Мы должны, как подобает, почитать Господа тем имуществом, какое Он нам доверил. Если для того, чтобы вас наставлять и питать, Бог использует служение, узнавая еврейского Иисуса, то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами, пожертвовав в наше служение. Я прошу вас сделать это, если Дух Святой побуждает вас к этому, если Он стучит в двери вашего сердца, чтобы вы почтили Его через наше служение. Просто будьте послушны Ему. Бог всегда вознаграждает послушных. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова